Девушки отдыхают В последние 26 лет он давал множество ответов на непростые вопросы, которые возникают у людей в отношении христианской веры, особенно в мире науки. Он объясняет все на таком уровне, который может понять каждый. Мы надеемся, что вам понравится этот 12-серийный семинар под названием «Основные принципы сотворения». Мы снова приветствуем вас на семинаре «Основные принципы сотворения». Это восьмой урок, и мы рассмотрим самые популярные 10 вопросов, первую их половину. На самом деле мы ответили на пару таких вопросов на предыдущих уроках, когда рассматривали происхождение человека. Это был ответ на популярный вопрос «А как насчет всех тех обезьяноподобных людей, что мы видим в музеях?» На этом уроке мы рассмотрим пять вопросов, а на следующем уроке рассмотрим оставшиеся три. Вот вопросы, о которых мы поговорим сегодня. Если Бог создал Вселенную, то кто создал Бога? Есть ли жизнь в космосе? Также мы дадим ответ на вопрос «Куда делась вся вода после потопа?» Кроме того, рассмотрим вопрос «Был ли на самом деле ледниковый период?» А закончим мы вопросом устойчивости к антибиотикам. Является ли это доказательством теории эволюции? Если мы задаем эти вопросы, то у нас должны быть какие-то ответы. Ведь если у нас, христиан, не будет ответов, то это уже будет лишь слепая вера. Мы постараемся быстро пройти все эти вопросы и дать на них простые ответы. Итак, первый вопрос. Если Бог создал Вселенную, то кто создал Бога? Если бы я был скептиком, то, скорее всего, этот вопрос появился бы у меня одним из первых. Потому что мы, христиане, говорим «Вселенная слишком сложна для того, чтобы появиться из ниоткуда». Этого не могло произойти случайно. Она просто должна быть создана Богом. Скептики могут сказать «Если Бог создал Вселенную, то кто создал Бога?» Ведь если Он еще сложнее и могущественнее, чем Вселенная, то Он тоже не мог появиться Сам. Откуда Он появился? Большинство христиан, с которыми я разговаривал, не знают, что ответить, когда слышат такой вопрос. Поэтому давайте рассмотрим его. Что об этом говорит Библия и что об этом говорит наука? Мы начнем с того, что говорит Библия. Я всегда начинаю с нее, потому что считаю, что это вдохновенное Слово Божье, и мы можем доверять Ему от корки до корки. В Псалме 89-м, третьем стихе сказано, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и Вселенную, и от века и до века Ты — Бог». О чем же нам говорит Библия? Она говорит о том, что Бог существовал всегда и будет существовать всегда. Есть и другие стихи, которые говорят нам то же самое. Поэтому у христиан не должно возникать трудностей с подобными вопросами. Бог сказал, что Он всегда существовал и будет существовать. Он не появился откуда-то. Он всегда был. Нам, христианам, довольно сложно понять это. Большинство из нас представляет себе Бога, как кого-то, кто существует сейчас, в настоящем времени. Также мы можем посмотреть и в будущее и сказать, Он всегда будет здесь. Но если повернуться назад и посмотреть в прошлое, то сколько бы лет вы не перемотали, вы все равно увидите Бога. Нам довольно сложно понять это. Я слышал подобное выражение «Бог, который достаточно мал для нашего разума», то есть Бог, которого мы можем понять, недостаточно велик, чтобы ответить на наши нужды. Фактически здесь говорится о том, что если бы мы могли полностью понять Бога, то Он бы уже не казался нам таким великим. Я надеюсь, что у Бога есть такие аспекты, которые мы, маленький мажечок, просто не в состоянии понять. Именно это мы и видим. Но если вы убежденный скептик, вам будет мало этих слов. Ведь это всего лишь слова из Библии, а вы можете не верить в нее, или даже не верить в существование Бога. Но есть ли что-то в мире науки и логики, что бы могло подтвердить слова Библии? Я считаю, что есть. Можете задать себе такой вопрос. Если в прошлом было такое время, когда не существовало абсолютно ничего, то что же было бы сейчас? Ответ приходит сам. Ничего. Подумайте, если было такое время, когда не было ничего, то что могло получиться из ничего? Ничего на ничего дает ничего. Вот почему мы и говорим, что ничего бы не было. Поэтому, если в прошлом было время, когда не было ничего, то так бы ничего и не было. Оно бы вечность было ничем, потому что не было ничего, что могло бы сделать что-то, чтобы сдвинуться с этой точки. Это вечное ничего. Но сегодня мы видим, что у нас есть Вселенная, наполненная вещами. Поэтому логически мы можем прийти к выводу, что всегда было что-то. В прошлом не было такого времени, когда не существовало ничего. Пока что мы говорим лишь о логике. Мы не цитируем Писание. Мы сами пришли к логическому выводу о том, что всегда было что-то. И что же это было? Это хороший вопрос. У нас есть лишь два варианта относительно того, что же это было. Все, что мы можем придумать, подпадает под две категории. Это либо была какая-то физическая вещь, материя и энергия, о которых нам рассказывал Эйнштейн, когда вывел формулу «Е равняется МЦ в квадрате», и в которой материя и энергия являются по сути одинаковыми. Мы можем превращать энергию в материю и наоборот. Это одно и то же. Поэтому это могут быть такие физические понятия, как материя и энергия, или же мысли. Если бы я сказал вам, что мой любимый цвет бирюзовый, вы не смогли бы взять его в лабораторию, разрезать на пять кусков и раздать своим друзьям частички факта о том, что мой любимый цвет бирюзовый. Это всего лишь моя мысль. Поэтому все, о чем мы можем говорить, может быть либо физической вещью, либо мыслью. Наука показала нам, что физические вещи, материя и энергия не могут быть вечными. Они не могли быть здесь все это время. Об этом ясно говорит второй закон термодинамики. Первый закон говорит о том, что нельзя получить что-то из ничего. И даже если вы получаете что-то, вы не можете избавиться от него целиком. Вы можете изменить его форму, но не можете полностью уничтожить его. Это первый закон. Второй закон термодинамики говорит, что со временем вещи, оставленные в покое, просто распадаются. Если бы Вселенная была невероятно старой, то у нее давно бы уже не было сил. В ней не осталось бы никакого порядка или энергии. Но в нашей Вселенной есть порядок. Все работает очень слаженно и производит энергию. Фактически, сегодня ученые признают, что Вселенная не может быть вечной. У нее должно быть начало. Конечно, им не особо это нравится, ведь если у Вселенной должно быть начало, то значит, кто-то создал ее. Итак, с нами могли быть всегда лишь две вещи. Либо физические понятия материя и энергия, либо мысли. Но, похоже, наука уже исключила материю с энергией из этого списка, так как они не могут быть вечными. Единственное, что у нас остается, это мысли или разум. А это уже Божья концепция. Бог есть Дух. Он не физическое существо. Он создал все физическое, но сам не является физическим существом. Итак, сделаем вывод. Если Бог создал Вселенную, то кто создал Бога? Никто его не создавал. Он всегда был. Так говорит Библия, и именно этот взгляд подтверждает наука и логика. Итак, это был наш первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли жизнь в космосе? Еще один интересный вопрос. Он волнует многих, даже христиан. Очень часто христиане стесняются признаться в том, что их интересует вопрос о пришельцах. Что нам делать с внеземными жизненными формами, которые, как говорят, есть в космосе? Почему так много людей верят в то, что внеземная жизнь существует? Думаю, главная причина в огромном количестве наблюдений за НЛО. Согласно опросу, 20 миллионов американцев утверждают, что видели НЛО. Более 4 миллионов американцев утверждают, что их похищали пришельцы. Во всем мире 180 миллионов людей утверждают, что их похищали пришельцы. Кроме того, каждый день люди замечают по 150 НЛО. Люди видят что-то. Я не утверждаю, что это пришельцы, которые летают на своих тарелках. Но люди видят что-то, от чего у них складывается впечатление о том, что и в космосе есть жизнь. Вторая причина — так называемые марсианские камни. Мы говорили о них на предыдущих уроках. Ученые думали, что нашли камень, который прилетел с Марса. Они считали, что нашли на нем доказательства жизни бактерий. Мы с вами уже говорили о том, что это никак не связано с жизнью на Марсе, но именно эта находка заставила некоторых людей поверить в то, что в космосе есть жизнь. Еще одна причина — религиозные убеждения. Например, мы принимаем решение поклоняться Богу, а другие принимают решение поклоняться пришельцам. Возможно, они даже не видели их, но они принимают решение верить в них и поклоняться им. Еще одно объяснение звучит так. Если жизнь эволюционировала у нас, то почему она не могла эволюционировать еще где-то? Я готов согласиться с таким логическим выводом. Если жизнь действительно случайно эволюционировала здесь, то почему такое не могло произойти еще где-то? Вселенная большая, в ней много планет. Если это произошло случайно у нас, то существует вероятность того, что это могло произойти где-то еще. Лично я не верю в то, что жизнь могла эволюционировать здесь, и что это правда. Но если бы это было так, то почему бы такое не могло произойти и на другой планете? Последнее утверждение является антиподом предыдущего. Многие ученые считают, что жизнь никак не могла эволюционировать здесь случайно, так как она, скорее всего, эволюционировала где-то еще. Доктор Фрэнсис Крик, открывший молекулу ДНК, гениальный ученый, считает именно так. Он считает, что во Вселенной есть внеземные формы жизни, которые много миллионов лет тому назад создали жизнь, после чего отправили ее на нашу планету, на космическом корабле, чтобы все получилось так, как есть. Это называется пенспермия. Он имеет право верить в это, но это нельзя назвать наукой, потому что это никак не связано с наукой. Это его вера. Это философский взгляд. Потому что мы никак не можем проверить это. И мы не можем проверить, была ли какая-то жизнь, которая создала свое семя и отправила его на нашу планету. Опять же, это интересная история, но она никак не связана с настоящей наукой. Это еще одна причина, почему люди верят в то, что в космосе есть жизнь. Почему он верит в это? Потому что он атеист. Он с самого начала исключил для себя возможность существования Бога, сотворившего жизнь, и считает, что мы были созданы высшим разумом. Но он не верит, что это Бог, потому что для него Бога нет. Вот вам пара причин, почему лично я не верю во внеземную жизнь. Первое. Библия не дает нам никаких оснований полагать, что Бог создал жизнь еще где-то. Вы можете прочитать всю Библию от корти до корти, и вы нигде не найдете стих, в котором бы говорилось, «Я, Бог, не создавал жизни нигде больше во Вселенной». Но вы также не найдете стихи, которые намекали бы нам об обратном. В Библии нет никаких слов о том, что Бог создал жизнь вне этой планеты за шесть дней сотворения, описанных в книге Бытия. Кроме того, в Библии сказано, что Ева — мать всех живых. Если бы были какие-то другие люди, они должны были появиться от Евы. А это уже выглядело бы странно. Во-вторых, у нас нет никаких научных доказательств, которые говорили бы о том, что жизнь существовала где-то еще во Вселенной. Сейчас мы подробно рассмотрим этот аспект. Вот. Карл Сиган, о котором вы, возможно, слышали, является одним из самых известных атеистов в мире. Он умер пару лет тому назад, так что теперь он уже явно не атеист. Но он вместе с правительством США потратил миллионы долларов на строительство радиотелескопа, который должен был искать сигналы, исходящие от разумных существ. Кто-то спросил его, «А как вы узнаете, что те сигналы, которые вы получите, будут от разумных существ?» Он сказал, «Если в них будет найден какой-то шаблон или сложная структура, то это точно будут сигналы от разумных существ». Потому что такие вещи не могут транслироваться случайно. Интересно, что когда он посмотрел на свою ДНК, которая во много миллионов раз сложнее любого сигнала, он сказал, «Ну, это произошло случайно». Это пример того, как выдающийся ученый противоречит сам себе. Кроме того, с идеей о внеземной жизни связана проблема путешествий в космосе. Самая близкая звезда к Земле и Солнцу находится на расстоянии 50 миллиардов километров. Это очень далеко. Поэтому, если вне нашей Солнечной системы есть планета, на которой, возможно, есть жизнь, то им нужно было пролететь как минимум 50 миллиардов километров. Это очень много. Космонавтам проекта «Аполлон» понадобилось 3 дня, чтобы долететь до Луны, а она находится всего в 400 тысячах километров. При путешествии с такой же скоростью пришельцам понадобилось бы 870 тысяч лет, чтобы добраться до нас. Это очень много времени. Но я знаю, о чем вы думаете. Пришельцы могут летать очень быстро. Мы никогда не видели этого, но знаем, что они умеют летать очень быстро. Даже если они могли бы путешествовать со скоростью в одну десятую от скорости света, что само по себе невероятно быстро, им понадобилось бы 43 года, чтобы добраться сюда. Также им нужен был бы невероятно мощный источник энергии и множество еды для такого продолжительного полета. Но я знаю, о чем вы думаете. Пришельцы могут входить в состояние гибернации, когда путешествуют, так что им не нужно есть. Опять же, мы не видели этого, но мы знаем, что они могут путешествовать на огромной скорости и находиться в состоянии гибернации. Вот вам еще немного интересной информации. Ученые подсчитали, что каждый кубический километр космоса содержит в себе 100 тысяч частичек силикатов и льда. Космос не пуст, а в нем куча мусора. Поэтому если бы пришельцы путешествовали по космосу с такой скоростью, они бы постоянно сталкивались с этими частичками. Если бы они путешествовали со скоростью в одну десятую скорости света, столкновение с частичкой весом в одну десятую грамму привело бы к взрыву, эквивалентному десяти тоннам динамита или тринитро-толулола. От такого столкновения их корабль просто разорвало бы на куски. Но я знаю, о чем вы думаете. Пришельцы умеют делать очень прочные корабли, которым не страшны взрывы. Каким-то магическим образом мы тоже знаем об этом. Внизу вы видите формулу, которая рассчитывает взрыв на большой скорости при столкновении с частичкой маленькой массы. Но если вы хотите действительно что-то подсчитать, то вот вам формула, с помощью которой можно подсчитать, прилетит ли их багаж с ними. Опять же, это у меня такое странное чувство юмора. Но если все-таки сделать вывод по этому вопросу и сказать, есть ли жизнь в космосе, то я, честно говоря, не знаю. Лично я думаю, что нет. Конечно, у вас может быть другое представление. Библия не содержит никаких намеков на это. Да и у науки нет никаких доказательств в пользу этой теории. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, звучит так. «Куда делась вода после потопа?» Это еще один отличный вопрос, потому что часто мы думаем, «Хорошо, если вся земля была затоплена, то куда потом делась вся эта вода?» Это немалый объем. Мы смотрим по сторонам и не видим ничего. Стептики постоянно задают этот вопрос. Да и в школах учителя говорят, что Библия — это лишь книга сказок, рассказывающая о потопе. Но и ни за что не вместил бы всех животных в ковчег. Да и откуда появилась вода? Куда она делась потом? Многие наши дети не знают ответа на этот вопрос. Часто это происходит потому, что и мы, родители, не знаем ответа. Поэтому мы должны понимать этот вопрос с точки зрения науки и Библии. Быстрый ответ — ее выпили гиппопотамы. Это еще один пример моего плохого чувства юмора. Моя жена говорит, что это совсем не смешно. У нас с ней разное представление о юморе. Она считает, что у нее есть чувство юмора, а у меня его нет. Но вернемся к этому важному вопросу. Сегодня земля на 70% покрыта водой. Это много воды. Интересно то, что не так давно ученые открыли, что и на Марсе есть замороженная вода. Знаете, что они думают? Они считают, что в прошлом на Марсе был потоп. Земля же на 70% покрыта водой. А они утверждают, что на Земле просто не могло быть потопа. Опять же, наши гениальные ученые противоречат сами себе. Интересно, что если взять Землю и выровнять ее, придать ей форму бильярдного шара, опустить горы, поднять долины, то существующей воды хватит для того, чтобы создать глобальный океан глубиной в 3 километра. Как видите, на Земле очень много воды. Итак, что же произошло с водой после потопа? Я считаю, что Библия говорит нам об этом. Псалом 103. Он говорит о том, что было во время потопа и после него. Здесь написано, «Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, Землю. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они. От глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, к которому они перейдут, и не возвратятся покрыть Землю». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что под конец потопа Бог поднял существующие горы и углубил существующие долины. И здесь не говорится о зеленых долинах. Здесь говорится об океанских ущельях. Если горы поднялись еще выше, то что это значит? Это значит, что до потопа горы не были такими высокими, как сегодня. До потопа не было Эвереста, Гималаев, скалистых гор и так далее. Они были ниже, а потом поднялись из вод потопа. Когда горы поднимались, вода опускалась вниз, стекала по континентам и оказывалась в океанах, в которых разверзались глубокие ущелья. Вот вам пару картинок. Высота горы Эверест составляет 8,85 километра. Глубина Марианской впадины составляет порядка 11 километров. Это очень глубоко. Но на вершине горы Эверест были найдены ископаемые останки рыб. Как они вообще могли попасть туда? Но мы думаем, ой, я знаю, как все было. В океане жила себе одна рыбка, которой там было скучно, и она сказала, я не хочу умирать в океане со своими друзьями. Я хочу превратиться в окаменелость на вершине горы Эверест. Это будет здорово. Поэтому прежде чем умереть, я поднимусь на 8 километров на вершину горы Эверест. Надеюсь, там меня быстро захоронят, потому что иначе я просто разложусь там. И вот рыбка поднялась туда, и, к счастью, ее быстро захоронили, так что она превратилась в окаменелость. Как вам такая история? Вам легко в нее поверить? Или вам легче поверить в то, что раньше горы не были такими высокими, и что они были покрыты водой? Там могла оказаться рыба, которая была быстро захоронена, когда гора начала подниматься вверх, из-под вод потопа. Так что потом эта рыба превратилась в окаменелость. Это звучит намного логичнее. Итак, куда же делась вся вода после потопа? Она вернулась в океаны, реки и озера. Вода оказывается в океане, испаряется, возвращается на сушу, попадает в реки, озера, а потом возвращается назад, на круги своя. Поэтому, когда сегодня мы пьем сок или кофе, мы используем воду от потопа, которая смешалась со всей водой, которая была здесь раньше. Следующий вопрос, был ли ледниковый период? Это еще одна из тех вещей, которые принято ассоциировать с теорией эволюции миллионами лет развития, а не с Библией. Многих интересует, говорит ли Библия хоть что-то о ледниковом периоде? Куда его вообще приткнуть? Мне кажется, что он никуда не подходит. Может быть, его вообще не было? Возможно, это просто идея эволюционистов, которую нам не стоит принимать? Итак, какова же правда о ледниковом периоде? Лично я считаю, что ледниковый период был. Не вся Земля, а лишь 30% были покрыты льдом. Мы смотрим на Землю сверху вниз. Вон там вот Северная Америка. Итак, 30% светло-голубого — это лед. Мирские геологи считают, что было более 30 ледниковых периодов, 8 из которых были за последние 800 тысяч лет, а предыдущие были на протяжении многих миллиардов лет. Они считают, что было много ледниковых периодов. Лично я считаю, что был один ледниковый период, и он был после потопа. Именно потоп и стал причиной ледникового периода. Эволюционисты не могут внятно объяснить, откуда появился ледниковый период. Они говорят о том, что Земля постепенно становилась все холоднее и холоднее. Но если бы было так, то у нас не было бы ледникового периода. Если Земля постепенно охлаждалась, то и океаны должны были охлаждаться постепенно. А если они охлаждаются постепенно, то получается меньше испарений. А если испарения уменьшаются, то нельзя получить достаточно снега, для того чтобы начался ледниковый период. Но Библия, как мне кажется, довольно ясно говорит о том, что могло стать причиной ледникового периода. Представьте себе такое. Как говорит Библия, во время потопа открылись великие бездны. В океане была бурная вулканическая активность. Плиты начали двигаться. Во время всего этого океан неслабо нагревался. С нагревом океана увеличивалось и количество испарений. Чем больше испарений, тем больше туч. Чем больше туч, тем больше осадков. Но из-за обилия туч в атмосфере солнечного света становится меньше, и таким образом суша начинает охлаждаться. И когда осадки начинают выпадать на Землю, они превращаются в снег. Осадки выпадают, выпадают и выпадают, создавая ледяные пласты. В итоге, когда все это остановилось, когда перестали двигаться тектонические плиты, когда в океанах стало меньше вулканической активности, и они снова начали охлаждаться, туч стало меньше, солнце стало больше светить на Землю, и Земля начала постепенно нагреваться. Лед начал таять, и все вернулось к тому состоянию, что мы имеем сегодня. Мне кажется, что Библия описывает начало ледникового периода после потопа, и мы довольно ясно можем представить себе происходящее. Итак, был ли ледниковый период? Лично я считаю, что ледниковый период был. Но это был лишь один ледниковый период, причиной которого стал потоп. Он был после потопа, и он длился, возможно, 700 или 1000 лет максимум. Все это зависит от того времени, которое понадобилось бы океанам для того, чтобы охладиться до привычной температуры. Итак, на этот вопрос мы ответили. Следующий вопрос. Сопротивление антибиотикам. Является ли это доказательством эволюции? Очень интересный вопрос, потому что многие утверждают, что это эволюция, происходящая прямо у нас на глазах. Иногда креационисты и другие люди говорят, эволюция — это неправда. Я не вижу, чтобы она происходила. У нас нет никаких доказательств. А эволюционисты говорят на это. Эволюция происходит так медленно, что мы не можем увидеть ее. Но при этом они утверждают, что это пример того, как она происходит прямо у нас на глазах. Мы видим бактерии, которые начинают сопротивляться антибиотикам. Как же так выходит? Интересно, что этому учат даже в школе. Представьте себе, что вы сидите в классе и слушаете, как учитель или профессор рассказывает подобную историю. Они говорят, Предположим, что ваша дочь заболела. Ей не становится лучше, и она настолько больна, что ей нужно идти к врачу. Вы ведете ее к врачу, и он вам говорит, у нее плохие бактерии. У всех нас в теле есть хорошие бактерии, но иногда к нам попадают и плохие. Если они очень уж плохие, то мы можем создать антибиотик, который будет убивать эти плохие бактерии. Итак, дочке дают антибиотик, она возвращается домой, и теперь чувствует себя намного лучше. Это здорово. Но предположим, что через пару дней ей снова становится плохо. Ого, почему это ей снова стало плохо? Наверное, стоит вернуться к врачу, чтобы он выписал ей еще пару антибиотиков, и она выздоровела. Но на этот раз антибиотик не работает. Она все равно болеет. В чем же дело? Доктор говорит, надо взять анализы. Они берут анализы, исследуют их в лаборатории, и видят, что бактерия эволюционировала и начала сопротивляться антибиотикам за короткий промежуток времени. Это доказательство эволюции, которое вы можете видеть своими глазами. Они говорят, если эволюция может происходить за такой короткий промежуток времени, то представьте себе, что может произойти за много миллионов лет. Готов гарантировать вам, что неверующие ученики, сидящие в классе, скажут, это вполне логично, я могу понять, как такое произошло. Но я также готов гарантировать вам, что ученики-христиане скажут, это вполне логично, я могу понять, как такое произошло. Возможно, эволюция — это истина. Возможно, нужно как-то втиснуть ее в Библию. А может быть, Библия вообще далека от истины? Этот пример приводит их в замешательство. Многие из вас наверняка слышали о Поле Харви. Это был известный диктор, который рассказал нам все остальное. Именно это мы и хотим сделать с данным вопросом. Мы расскажем вам все остальное, что касается устойчивости к антибиотикам. Как работает устойчивость к антибиотикам? Опять же, в нашем теле много бактерий. Одни из них хорошие, а другие плохие. Давайте посмотрим на одну из них. Предположим, что это плохая бактерия, и мы хотим избавиться от нее. Итак, мы запускаем в кровь антибиотик, и он оказывается в этой бактерии. Что делает бактерия? Она производит энзим, призванный разрушить антибиотик. Она считает, что это еда. Она думает, что настало время подкрепиться. Но когда проглатывает антибиотик, то он превращается в яд. Бактерия не знает, что антибиотик призван убить ее. Она думает, что это еда. Но антибиотик превращается в яд и убивает ее. Вот как работают антибиотики. Бактерии поглощают их, а они превращаются в яд. И бактерия гибнет. Это работает довольно хорошо. Но вот там другой сценарий. Давайте посмотрим на эту же бактерию, но мутировавшую. Что это значит? Это значит, что когда она появилась, то копировала ДНК другой бактерии. Но во время копирования ДНК возникла ошибка. Произошла мутация и несчастный случай. Это не было преднамеренное действие. Ой, я неправильно перезаписал информацию. Из-за неправильно скопированной информации у этой бактерии вырабатывается другой энзим, который разрушает антибиотик. И что происходит, когда мы принимаем антибиотик? Все остальные бактерии умирают, а эта одна остается. Ведь все остальные приняли антибиотик, и он уничтожил их. А эта бактерия пережила его. Затем она начинает копировать себя и производит кучу других бактерий. Но теперь все они не по зубам антибиотику, потому что это мутировавшие бактерии. Это мутировавшие бактерии, которые утратили способность производить энзим, который они использовали для разложения пищи. Они не настолько сильны, как обычные бактерии, но могут выжить после антибиотика. Для них эта мутация оказалась выгодной, когда начал применяться антибиотик. Но они не такие здоровые, как нормальные бактерии. Они стали устойчивыми к антибиотику, и это ключевой момент, благодаря потере информации. Они не получили что-то новое, чтобы сопротивляться действию антибиотика. Они утратили информацию и начали свой путь вниз. Если он будет продолжаться, то рано или поздно он встанет. Это противоречит тому, о чем говорит эволюция. Эволюция говорит о постоянном наборе новой информации, новых особенностей и новых функций. В реальной жизни мы видим, что бактерии стали устойчивыми к антибиотику, и что они изменились. Но это произошло благодаря потере информации. Они пошли не тем путем. Это никоим образом не является доказательством эволюции человека. Итак, является ли устойчивость к антибиотикам доказательством эволюции? На самом деле нет, это всего лишь жизненный факт. Мы можем наблюдать за этим процессом в лаборатории, и мы видим, что эти бактерии идут по наклонной. Этот процесс является противоположным тому, что ожидал бы увидеть эволюционист. Итак, мы быстро прошли эти вопросы, и теперь вы знаете ответы на них. Если Бог создал Вселенную, то кто создал Бога? Есть ли жизнь в космосе? Куда делась вся вода после потопа? Был ли ледниковый период? И является ли устойчивость к антибиотикам доказательством эволюции? Это может помочь вам укрепиться в вере, чтобы вы могли смело идти и проповедовать Евангелие Иисуса Христа, самое важное послание Библии. В следующий раз мы посмотрим на оставшиеся три вопроса из нашей десятки. Надеюсь, вы присоединитесь к нам снова. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok